Привитос, господа и госпожихи! На дворе 1 апреля. Кто-то считает этот день днём смеха, кто-то называет его днём дурака и почему-то празднует. Ну а поскольку в танках всегда было навалом и дураков и смеха, разработчики стараются как-то отмечать этот день. Именно первоапрельским акциям и ивентам от разработчиков игр про танки и будет посвящено это видео. Armored Warfare обещает своим игрокам необъяснимые события в игре, конкретно за бои будут давать рандомные бусты, такие как 100% к репутации за бой, а также бонусы к получаемым кредитам, опыту командира, экипажа и т.д. Кроме того, разработчику удалось выяснить, что дополнительная вражеская атака будет произведена сразу по трем направлениям – суши, воздуху и морю. Ваша задача нанести упреждающие удары и уничтожить боевые машины неприятеля. Помимо подсчёта и уважения, непонятно от кого, каждый танкист получит специальную награду – батарея огонь, храбрый командир или скрытая угроза. Для этого вам понадобится сбить звуковой истребитель Warplane, потопить боевой корабль Warship и уничтожить стелс-танк Стоберсам. На самом деле, на форуме уже чертовски разрослась тема, в которой игроки пытаются выяснить, где же эти самые корабли, самолёты и невидимые танки, которые нужно уничтожать. Видимо, наивные школотёнки не могут поверить в то, что их разыграли в день смеха и розыгрышей и ничего. Такого в игре нет. Да и сами названия, посмотрите, Warplane, Warship, вам ничего это не напоминает? Туберсам тот же, переводится как какой-то там клубень. Ну а в качестве наград предполагается раздать декали помидорка, танкист с шишкой, ну и что-то неприличное. Подозреваю, что награду раздадут всем, кто играл в Armored Warfare в указанный период. Что же до рандомных бустов, то это как раз никакой не розыгрыш. Сыграв четыре боя, три из которых я благополучно проиграл, я получил целых два буста. Один из них давал 10 процентов к опыту экипажа, второй аж 100 процентов к получаемой репутации. Ну, правда, действовал он всего три минуты. Сыграть бой за три минуты ни в PvP, ни в PvE само собой невозможно. Ну, какой праздник, такие и призы. Но тем не менее, какая-никакая, а всё-таки халява. А уж наш народ на халяву падок. Поэтому в рандоме сейчас творится настоящая жесть. Поэтому я, находясь в состоянии полнейшего восторга, украсил свой пылесос эмблемой проекта Рмата, потому что своим поведением он мне напоминает всех моих тиммейтов, которых подсовывает мне матчмейкер версии 2.0 в этот светлый праздник. Он точно также не может уехать с базы, ничего не задев и ни с кем не столкнувшись. А когда ему это всё-таки удаётся, он начинает рандомно блуждать по локации. Команда неприятеля, как обычно, играет намного лучше, и пылесос находится в постоянном засвете. Но его, как и моих тиммейтов, это совершенно не волнует. И он, как и мои опять-таки тиммейты, просто продолжает сосать. В World of Tanks проходит игровое событие «Тёмная сторона Луны», в рамках которого вам предстоит сражаться друг с другом на шаротанках на карте Луна Парк. Бои проходят в формате 7 на 7, длительность боя 3,5 минуты. Но это лучше один раз увидеть, чем сто раз об этом прочитать. Ну что ж, вот он наш шаротанк. Сразу становится понятно, почему его так назвали, да? Не потому что он всем на шару достался, а потому что он в форме шарика с пушками. Что-то такое, навеянное, видимо, звёздными войнами. Ну, мы видим, что все остальные тоже пришли в том же самом. Неловко-то, как господи. Бой идёт 3,5 минуты, времени очень мало. Карта Луна Парк на мини-карте напоминает бильярдный стол. Интересно, что будет, если заехать... О, нет, там лава нет, я туда не поеду. Киберозвучка. Стреляет танк только по прямой. А, шаротанки друг друга толкают, они не дамажны, они должны затолкать друг друга в эти лузы. Но осложнено тем, что как бы нету стволы-то не поворачиваются. Да, я забил один. Грассмейстер, хули. Запишите этот фраг на мой счёт, господа. А почему он не дохнет? Ага, уничтожен. Всё, понятно. Метеорит через 2 секунды? Господи, где? Да, это... Это неплохо. Это как танковый футбол, почти так же весело. Ну, правда, танковый футбол, естественно, нравился всем больше, потому что и футбол всем нравится, по-моему, больше. Но, по моим ощущениям, так танковый футбол был великолепен, я бы его вообще не убирал. Но это тоже неплохо. И это тоже достаточно, достаточно в духе 1 апреля. Нет, нет, главное держаться подальше от лузы. Один танк надо заталкивать туда, мне кажется, толпой. Это первые случайно туда залетели. Метеорит. Опа, что такое случилось? Временная какая-то потеря гравитации, похоже. Очень похоже на это. Блин, но всё-таки неудобно без башни играть. Кстати, очень хороша здесь графика. Насколько я слышал, Wargaming выкупил какую-то там космическую игру и будет делать теперь свой космический шутан. Своё ММО космическое. Вот я, видимо, подозреваю, что это своеобразная какая-то ещё пасхалка, плюс ко всему. Да, выглядит, конечно, выглядит всё забавно. Забавно и красиво. А чё ещё, собственно, на 1 апреля надо? Господи, да что ж такое-то? Нет, когда танков остаётся мало, их просто невозможно туда забить. На пробел можно вращаться, да, или что-то такое. Нет, я думаю, он даже, по-моему, не тормозит на пробел. Что быть, если своего забить? Давай, пихай его, пацаны, сука. Да, я забил победный мяч. Ой, я победный шар. Ну, неважно, я забил. Фрагов нет. Господи, куда я? Нет, фраг почему-то дали не мне, хотя я точно видел, что я... Я точно видел, что я последний, кто пнул его в сторону дырки. Командный результат. Ну, урон, видимо, всё-таки по урону ставишь, что урон всё-таки засчитывается, да? Даже этот мизерный, кто больше накидал. Очереди в бой никакой нет, значит, что... Значит, что режим просто на расхват. То есть нажал и мгновенно тебя в бой кидает, даже как-то непривычно. Смотрите, даже этот шарик для ивента отрисован в HD-модельке, потёртый, покоцанный, всё, везде клёпочки, шовчики. Какой-то небывалый, по-моему, подход к первоапрельскому... К первоапрельскому ивентам. Или эвентам, кому как больше нравится. Только я не понял, а как они призывают метеорит? Он рандомно падает? Так... Ну, чувак... Большинство здесь стреляет для того, чтобы просто стрелять. Неважно, затолкнут они кого-то в дырку или нет. Да, чувак, мы можем стрелять друг в друга, но сзади тебя-то дыра! Сука, он отъезжает. Почему-то он... Всё, давай, чувак, помоги, помоги мне. Ну почему, блядь, вы мимо все проехали? Вам всего-то надо было. Давай, начинаем, Вован, начинай вот за... О, боже, спасибо, что ты есть. Так, 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 так. Отлично, я умернулся. О, вот теперь я и сам оказался на краю. Ну, впрочем, отъехать от края не так уж и сложно. Но двоих людей уже как не было. Они, видимо, всё-таки поехали посмотреть, что же там в этой лузе. Естественно, самый верняк здесь стрелять, мне кажется, автоцелью, потому что целится из этой штуки. О, нет, целится она, кстати. Она не поворачивает для того, чтобы сделать выстрел автоцелью. Импульс через 0-1. Что за импульс? Здесь ещё какие-то рандомные штуки происходят, которые могут вас самостоятельно просто, мне кажется, в воронку запихнуть. Так, ну, наша команда сливает, по-моему, этот матч. У них двое в одну лузу попали. Куча налегли. Ну, блядь, ну почему мимо-то сейчас-то, ёб твою мать, в упор. ИС-360 говно дисбалансное, блядь. Не историчный ни разу, я требую апа. Требую апнуть ему пушку срочно. До уровня маус-гана или Е-100. Не, я просто буду держаться в середине карты, и меня не смогут никуда затолкать. Я думаю, что это... ...самое мудрое, что можно сделать в данной ситуации. Всё потому, что у меня моды не стоят. Ай, что вы будете делать, лошары? Воу-воу-воу! Как это они мне так пердак подпалили? Чёрт! Да. Я ничего не смог сделать. Раки! Раки подвели меня, рачья команда. А нет, показалось, написали что-то. Не знаю, что им показалось. Ну, в общем, всё ясно, всё красиво, всё здорово и очень весело. Правда, мне кажется, что данный режим поднадоест быстрее, чем футбол на танках. Но, так или иначе, для первого апреля это очень даже годнота. Далее, War Thunder. Repeat after me. Thunder. 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 War Thunder. Хорошо, пусть будет Thunder. War Thunder. Игра для серьёзных пацанов. Поэтому первое апреля в нём, видимо, не празднуют. Зато на первое апреля выкатили первый тест парусного флота. Вот его-то, в общем-то, мы и заценим. Ангар игры встретил меня пьяной песней. То ли матросов, то ли пиратов. Хрен пойми, что-то орут. Goodbye very well. Goodbye very well. Так, ну и вот у нас знаменитая уже War Thunder's графика. Ну, честно говоря, водичку можно было и получше нарисовать. Вот Black Flag Assassin's. Вот там водичка. Так, водичка. Играет какая-то музычка такая. Да, ну мы все, естественно, пираты. Экипажа на корабле пока не видно. Ну, я к тому, что во всяких открытых танках и самооходках, а в улитках вообще экипаж сидит как бы. Я вот не знаю, серьезно ли War Thunder собрался вводить парусный флот в игру. Нельзя никак прицелиться из этих пушек, чтобы приблизить камеру. Хоть как-то, я не знаю, как стрелять на упреждение, видимо, надо. Пушки скучковать где-то в одном месте нельзя. Они как-то... А, нет, вот они. Наводятся все-таки. Разброс. Это разброс. Теперь и в улитках. Ну, естественно, не до стрел, потому что надо делать какие-то, видимо, упреждения все-таки, да? Фан-блинтастические. Когда корабль замедряется, или я пытаюсь все замедлить, паруса... Ага, вот они поднялись. Ну, теперь как старые добрые корсары прям. Давай в самую кучу как... На-за-русь пиратскую, блин, не знаю за что. За Тартугу. Что за фигня? Почему я вообще не попадаю в них, господи? Какого рода упреждения здесь надо делать? Вверх, что ли? Повыше стрелять? Ну, мой корабль... Хотел сказать, а где мое здоровье? Ну, вот слева сверху что-то написано. По-моему, сейчас я был как никогда близок к тому, чтобы попасть. Я что-то не очень понимаю, почему мой корабль завалился. Как... Как... Как паруса-то растопырить, эй. Где-нибудь есть какой-нибудь гайд по управлению? Вроде как раздаются звуки попадания по мне, но я что-то не вижу никаких повреждений пока что. О, попадание наконец-то, как обычно справа показывают, в кого я попал. Не показывают куда, да, и что произошло. Так, дайте посмотреть управление. Удерживать для форсажа нет. Ось океана, ось газа, control, shift, num, плюс, чего, нифига себе. Ни хрена не понимаю, зачем было такое сложное управление делать, что паруса задрались и больше не опускаются. Что-то для этого надо нажать. Опять недолёт, да? Господи, это ж насколько выше цели надо стрелять. Ну, перезарядка тоже, естественно, долгая, да, долгое плавание, долгая перезарядка. Всё как-то... Всё как-то не торопя тут происходит, не торопясь. А, попадание. Видимо, ещё не доделано, да, ещё не показывают, куда именно ты попал. Ну, куда-то стащил. О, а вот на повороте паруса... А, я понял, почему паруса. Они автоматом были убраны, потому что я плыл против ветра, конечно. Не то, что я... Моряк я атакую так себе. Я Assassin's Black Flag прошёл и счастлив. Ну, и в своё время, естественно, поиграл в Корсаров, да, на этом мои знания об управлении кораблём заканчиваются. Вообще, моя первая игра на ПК была в Порт Ройл. Порт Ройл и Постал 2. Это два диска, которых я купил. Если Постал 2 вошёл в легенды, то Порт Ройл предан забвению, потому что тут невероятное говнище. Я предлагаю, знаете, взять их на абордаж. И победить их в старом, добром, рукопашном поединке. Потому что я ни хрена не могу попасть по ним из пушек. Этого, блин, хрен знает какого века. С 17-го, наверное. С 16-го. Хрен поймёшь, когда там эти корабельные... Корабельные сражения были, да! Сразу вспоминаю водяные сражения в Ризен-3. Ох, и тяжело же чудовище морское убивалось. Непонятно, почему он... А вот этот Голден Хайнд, он почему-то не... А, это название корабля. Почему он на другой борт не переключился и не дал залп по мне? Так, вот такое я видел в сериале Корсары, когда они стали стрелять, чтобы не попасть в своих. Помните этот злой рок, все дела. Да, в 90-е по ящику показывали пиратов ещё до того, как это стало мейнстримом. Так, парус нам один убрали, да? Ну ничего, мы на веслах догребём, пацаны. Надо бой затащить, надо бой затащить. Дайте неграм в трюмах плетей, пусть включают третью космическую скорость. Попадание. Ну что, корпус я ему размандякал, но что-то он не тонет, сволочь. Разбирайте мачты на доске, заделывайте дыры, топите крыс. Свистать всех наверх, в канале тысячи чертей, подкатить орудия. Ой, а он реально на абордаж идёт, слышите? Так, дружище, пошёл в жопу. Целуй мою карму, до свидания, аривидерчи. Твой попугай улетел. Это что, задняя пушка, что ли? Нет у меня задней пушки, бомб тоже нет, как я понимаю. Блин, что-то я в какую-то неловкую ситуацию попал, честно говоря. Он мне будет сейчас разбирать меня в задницу. Что, сзади у меня нету орудий. Завтра сзади только дверь капитана, чтобы с утра поссать. О, мне сейчас помогут, походу. Нет, он старательно добивает меня. Но это был последний его выстрел в этом бою, потому что теперь он потоплен. На шифт жалко, вот никакого прицела нет, вообще неудобно. Приходится колесо мыши крутить, вертеть. Только что я снес ему, по-моему, две мачты, но показали только, что я попал по парусам. Так, мне нужно плыть на Тартугу на ремонт, мне кажется, что-то. Интересно, а что это гайджин решили в такую древность удариться? Почему же они... Ну, наверное, потому что про современные корабли уже есть цело две игры, да? Warship и Steel Ocean. Надо сказать, что обе не очень интересные получились на любителя. А вот пиратская тематика может стрельнуть посильнее, я учитываю, что... А почему мы потерпели поражение? А, нашу базу захватили? Блядь, какое фееричное сражение. Вот, еще немножко о тематике. С Джонни Деппом, по-моему, еще продлен контракт на съемке в «Пиратах Карибского моря» еще аж на три фильма вроде как. А теперь время суток поменялось, да, на такой, на закат. Ништяк смотрится, да, красотища. Да, они доплыли до нашей точки, просто ее взяли. Ну что ж, уже хочу сказать, что играть в корабельные сражения без торпед намного интереснее, чем с ними. По крайней мере, тиммейты тебя не сливают. Ни специально, ни случайно. Ну вот только сейчас я его только протаранил бы, если паруса... Благо, что я обывалый морской волк. Я, знаете, как на весельной лодке плавал. О-о-о! Никто так не греб. Хе-хе. Вот, поэтому я пропустил его. Вот, это... Не знаю, как... Если они запилят действительно игру про такие корабли, как оно сложится к релизу, но пока... Пока очень даже прикольненько. Ну, правда, естественно, по-слоупочному долго, да? Потому что, ну, раз это же Гайджин игру делал. Тут не было надежды на то, что будет что-то... Быстро... Что будет что-то быстрое, бодрое и динамичное. Так, главное парусами не зацепиться, а то будем, как этот летучий голландец с жемчужиной... Какой там, из четвертой части пиратов. Или из третьей? В третьей, в третьей. В третьей они там у воронки дрались. Черт, захотелось пересмотреть пиратов Карибского моря, блин. Ну, не знаю почему. И капитана Блада перечитать. И в Сомали поехать. Залп, сучара! Не попал. Никакой шкалы... О! Вот это наш противник. Никакой шкалы дальности, естественно, нет. О, чувак, ко мне носом повернулся. Что в таком положении можно ему сделать? Только продырявить паруса, наверное. Ну, попадание показывает только то, что я попал. Куда именно они показывают. Так, 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 главное под пушки не заплыть. Он, походу, у берега причалил и не поворачивается вообще. Мне бы вот на месте чуть-чуть повернуться. Чтобы к нему не приближаться. Нет, я все-таки заплываю под орудие. Но он отвлечен сражением с моим союзником. Возможно, это мой шанс. И он меня не заметит. Ну, посудина, ты будешь поворачивать. Кто рулевой? Вообще, где у меня штурвал-то? Какой лажовый выстрел. Бей, молокососос. Ну, попадание такое. Даже у него не пожелтело, в общем-то, ничего. Но это еще корабли первого левела, получается. Что это такое, да? Это каравеллы, я так понимаю. Или галеончики какие-нибудь. А будут-то вообще там линкоры всякие. Я помню, в Корсарах самый крутой корабль Манувар назывался, да? Как та самая группа. Да, я втащил. Походу, я буду скиллованным матросом в этой игре когда-нибудь. Ха-ха. О, смотрите, как солнце воду подсветило. Какой-то полоской, правда, странной. Неправдоподобной не очень, но эффект красивый. А, черт. О, черт. Я уверен, что мой враг зарыл здесь клад. Мы приплыли поискать. Бля, пихните кто-нибудь веслом. Он сейчас заплывет сам под мои выстрелы. Как мило с его стороны. Залп, что надо, канонир. Залп, что надо, канонир. Целый один раз попали. Так, мы ждем прилива. Сука, старший помощник лом. Че за дела? Сели на мель, тысячи чертей. Под хвост морскому дьяволу. Ну, походу, я поиграл в этом бою. Задом-то корабль грибсти не умеет. На моем корабле весел почему-то нет. О, давай чуть-чуть ползем, ползем, пока корни не пустили. Давай, крысы сухопутные. Бичуй негров, пусть грибут. А, вот черт. О, абордаж. Нет? Чувак, ты это зря сделал. На нахер. Жан-Клод Ваншот, сучка. Французский пират, знали такого? Я нет. Да, давай, выгребай, давай, подновяк на весла. Давай, давай, пацанчики, давай. Всем по шлюхе за мой счет. Сука, да ты плывешь когда-нибудь. Блядь, флот ее увеличится. Да, мы отчалили. Ну что? Единственное, что в этой игре, скорее всего, не будет российского флота. Просто потому, что у нас тогда... Единственные наши корабли, тогда бурлаки по Волге таскали, блядь. На них трудновато воевать будет, мне кажется. Вот. Вообще нет, вообще нет. Слушайте, у Петра Первого, блядь, флот-то был. Какой-то там. Какой-то корабль даже подожгли, чтобы с него картину нарисовали. Вы представляете, да? Я вот был в музее, потому что я петербуржец. Я, блядь, по музеям-то, знаете, чаще, чем... Чаще, чем по-невскому. Вот, прогуливался. И был какой-то музей, где показывали картину, как горит фрегат. Горящий фрегат нарисовал художник. Так вот, для того, чтобы он его нарисовал, а рисовал он его с натуры, реально корабль сожгли. Но российская империя, видимо, была не настолько бичевая, как сейчас российская федерация. Поэтому нам тогда корабль сжечь, как, блядь, англичанам высморкаться. Андрейка, один, два, три, один. Оказался между двух... Меж трех огней. Так, надо вырвать свой кусок... Кусок опыта у союзников. И задамажить ему. Блядь, ну приближения, конечно, нет. Подзорная труба здесь нужна, нужна. Была ж подзорная труба у капитана. Да, я меткий глаз просто. Ну что, лоб в лоб хочешь сразиться? Ни хрена. У меня просто этот борт заряжен. Чтоб пушки не ржавели, надо залпануть по нему. Попадание. На каком я месте? А на первом, слушайте, или что? Тут все, блядь, одинаково набили, непонятно. Я по алфавитному порядку, наверное, первый. Просто не сметь топить мою добычу. Мы возьмем его штурман. Блядь, скрысили. Все-таки мыши серогорбой украли. Украли у меня заслуженный фраг. Нехорошо красить у пирата Майк Бостон. Нехорошо. Я тебя запомнил. Так, ну теперь остается либо искать недобитка Андрейка 1-2-3-1. Вообще-то мы его только что утопили. Вот он, да. Все машины. Вот так вот. Корабли здесь тоже машины. Машины. Машины пиратства и смерти. Ну что можно сказать в целом? В целом довольно интересно. Но это не первая апрельская, я надеюсь, шутка или акция. А надеюсь, они действительно сделают парусный флот. И тем самым внесут наконец-то что-то новое в военные ММО. Что, можно корабль посмотреть? Нет, можно на танчик посмотреть корабли. К сожалению, в гавани. Гавани еще нет. Есть только ангар с танками. Но это неплохо. Во всяком случае, это не повторение такого. Ну, были какие-то ММО пиратские. Но они канули, я думаю, уже давно в неизвестность. Всякие пираты онлайн. Все это уже было. Но, конечно, не на таком высоком уровне. Так что будем ждать. Ну и напоследок World of Tanks PlayStation 4. Что же на первое время там? Казалось бы, тоже шарики. Нет. Тоже морские сражения. Только теперь уже на HMS Tog 2. Ну да-да, из лимузина сделали кораблик. Вот этот изобретатели. То самое чувство, когда понимаешь, что в улитке водичка была, а еще ничего. Здесь так это, как ни странно, похоже на какой-то ковер. Не знаю, вот. Такое чувство, что здесь 2 сантиметра воды, и я вижу землю. Смотрите, вон они, камешки какие-то там. Может, здесь мель какая-то. Я не знаю, но... Странно, в игре, где такие отличные лужи, такая стрёмная вода. Ну, на скорую руку, наверное, делали. Ездит Tog 2. Конечно, как и... Не знаю. Вернее, плавает он, как и ездит. Вот, что я хотел сказать. Это же то, что это жесть. Он очень, очень долго набирался 30 километров. Но теперь эти 30 километров, кажется, очень-очень большой скоростью. Варшипс так корабли не плавают с такой скоростью, как здесь Tog. Мне кажется, там вот только бравые котировщики способны так быстро проплывать острова. Так, вот и вражина. Ой-ой-ой-ой, что ж прицел-то такой? Как я понял, он стреляет... Стреляет Tog залпами. Команда решила мне всё-таки немножко помочь. А как он-то попадает, я не понимаю. Жесть вообще. Ещё это всё на геймпаде делается. Тут непонятно, блядь, влево-вправо-вверх, куда надо жать. Орудие готово к стрельбе. Это, конечно, миф. Броня не пробит. Смотрите, как видно, он под водой, вон у него винты даже есть, как у него прорисовали. Блядь, он взял, воткнулся в землю. Ты что, прикалываешься, что ли? А, вот приблизить можно, только это вообще ничего не даёт. Пиздец, я просто не попадаю. Дайте я лучше с таким видом постреляю, что ли. То самое чувство, когда лучше не целиться в игре, да? Понятно, как они попадали, они... О, цель понял. Даже автоцель стреляет лучше, чем... Лучше, чем когда ты целишься из-за арт-режима. Откуда на корабле мехвод вообще, что за? Вот это я хорошо влепил, по-моему. Все, все нанесли дамаг, каждая пуля. Я не знаю, как в этой игре переключиться на другие боеприпасы. А, вот они. Блядь, и он их сразу меняет, молодец. Какие это припасы, чем чревата стрельба ими. Пытаюсь так деликатно высунуться. Ой-ой-ой, 208 урона. Слушайте, эти боеприпасы, они летят по какой-то другой траектории. И нещадно просто дамажат. О, 71. Нет, не очень-то не дамажат. Мне, наверное, показалось, что там 200 вылетело. Ну, что-то такое было. Разброс от скорости не зависит, да? Стоишь ты, едешь ты, разброс у тебя один и тот же, я так понимаю. Да. На PlayStation я в который раз убеждаюсь, что лучше стрелять автоцелью. Лучше в свои руки управление не брать. Потому что на геймпаде очень уж это жестко. Я уверен, что все автоцелью здесь перестреливаются. Тут как бы геймплей располагает. К скиллу не располагает. Тут скилл твой нахрен никому не нужен. Скилл езды. Вот, все, что тебе надо. Остальное все автоцель тут делает. Ну, я просто еще на ранних, на очень ранних левелах играю. Может быть. Может на топовых там, да, как-то по-другому. А на ранних автоцель решает. Да. Конечно, динамика боя на тоге корабле не уступает динамике самого тога танка. Карликовый маус хренов. Ой-ой-ой. Как он хорошо встал-то здесь. И разрядился мимо кассы. Ай, красавчик. Я знаю, что у меня в запасе есть еще один залп. Не очень-то дамажный. А он все равно в меня стрелять не хотел. Таран. Таран. Таран урона не нанес, прямо скажем. Да, надежда только на нас, а у меня только на Иисуса. Ёп твою мать. Какая неловкая ситуация с надеждами, с этими. Не правда ли? У нас вообще фраги только двое сделали. Но, мне кажется, что дамага я настрелял больше, чем получил в любом случае. Сейчас, может, даже покажет. Нанесенный урон, да, смотрите. 4,5 тысячи я нахерачил. Ну, я же профи. Только что как раз в улитках натренировался в морских сражениях. Тут сам режим, кстати, называется морской тог, а не морской бой. Карта, по-моему, одна и та же, да? Островки эти, только с разных сторон. Время суток тоже одно и то же. Ну, на плойке облака зато плавают. Как ни крути, вот на плойке в танках график-то получше, чем на компьютерных. Но, в плане геймплея, я, конечно, плойчных, плойчные танки вообще не понимаю. На геймпаде это настолько непривычно, неудобно и странно выходит, что... Не знаю, в общем, зачем, если есть на компе, зачем. Довели бы лучше до приличной графики то, что уже имеется, нежели пытаться захватить консоль танками, что вообще невозможно, мне кажется. Ну, да кто я такой? Ладно. Соколь. Время, время, знаете, брать... Брать матч-реванш. Походу, мне придется светить. Я с той стороны играл, с этой стороны, наверное, я карт не знаю. Ну, думаю, что мне надо выйти в тыл, по-любому. Так, сразу ББшки зарядим, да, или что это? Собкалиберы какие-нибудь. Враг замечен. Не, смотрите, ток-то раскочегарился, он плавает вон быстренько. Быстрее, чем ездит, так точно. Потому что, когда он ездит, он скорее стоит, чем ездит. Так, 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 вот. О, блин, мне все время кажется, что он черным, когда гастит, мне все время кажется, что его убили. Так, так, надо подкрасться как-то аккуратненько, вообще. Блядь, сейчас эти два оленя спалят всю мою позицию. Да, именно это они сделали. Давайте кого-нибудь зафокусим. Зафокусим. Ой. Цель захвачена, он его убил. Блядь, ну почему меня? Я тут задним ходом пытаюсь сдриснуть. Да, слушайте, второй боеприпас наносит на порядок больше дамага, по-моему, чем первый. Не знаю, в чем фишка-то, да, первого. Так, ну-ка, сейчас опять первым попробуем бахнуть. Может, я просто стрелял не туда или не так. Вот видите, 160-170, это он вторым стреляет. Да нет, слушайте, первый тоже. Наверное, зависит от того, как попадешь. Второй он как-то более по-навесному стреляет. Первый он прям вот почти по прямой летит. Броня не пробита. А второй, значит, фугасный. Впервые слышу, чтобы здесь была броня не пробита в этом режиме. Ну как-то совсем уже сдалека меня. Все-таки фугасы, они зато... Они дамаг наносят, ну, почти столько же, но при этом не бывает непробитий. Что, конечно же, тоже важно. Ну, я не скажу, что это как-то супер весело, да, учитывая специфику данного праздника. Потому что, ну, очень уж монотонно. Я как будто в World of Warships играю. Только на каком-то очень-очень медленном кораблике. Со слабой пушечкой. Вот ощущение. Вот когда в улиточный парусик играешь, там нет ощущения, что ты играешь в World of Warships. А здесь есть. Ну, разработчик, наверное. Почти что тот же. Главное, как он отсюда светил, я не понял. Если он стоял так далеко. Кто меня из них высвечивал? Да, следующий его залп станет для меня, к сожалению, последним. Но в лоб у Гаса, конечно, ему вообще никак. Я что-то нанес. Аминь. Отправляемся к Морскому Дьяволу. Как классно играет этот чувак. Он стоит на месте. Но, потому что я уже сказал, да, что на геймпаде ездить и стрелять одновременно слишком сложно. Поэтому все стоять и стреляют. Либо едут и автоцелью вваливают. Ну, на этом, в общем-то, и все. Во что вам играть, где проторчать на свое свободное время, решайте сами. Вот, пишите, что думаете по поводу этих первоапрельских акций. Ну, и вообще, в принципе, чего-нибудь, как обычно, пишите. Куда-нибудь, как обычно, жмите. И все такое. Куда-нибудь, как обычно, жмите. Продолжение следует...